Ну что же, на самом деле хороший актив. Да, мы опять не набрали нужное количество лайков. И я очень надеюсь, что те, кто еще не посмотрел последний выпуск Хэппи Гулаки, обязательно перейдут сначала на него, посмотрят его, влепят свой царский лайк, чтобы хотя бы 10 тысяч лайков мы там добили. И потом вернетесь к этому ролику и сделаете все то же самое, если вам, конечно, понравится. Ну и в целом я вижу то, что вы действительно хотите новой серии. Вы написали огромное количество комментариев. И я вновь снижаю планку лайков, чтобы вышла новая серия. 11 тысяч лайков, выходит новый выпуск Хэппи Гулаки. Либо же мы можем попробовать набрать 11 тысяч комментариев под этим роликом. Я так, правда, никогда не делал и мне просто интересно. По идее, набрать комменты проще, потому что один человек может написать сразу несколько комментариев. Но так это или не так, мы узнаем. Ну и когда вы будете в комментариях, не забывайте про закрепленный комментарий и залетайте в гости к моим друзьям Бэтвиннер. Лучшие коэффициенты, очень быстрые выплаты проверены на себе, огромное количество спортивных дисциплин. Ну и сегодня, на самом деле, есть на что зарядить. Сегодня Лига Наций, огромное количество матчей. И сегодня играет Сербия против России. Так что самое время зарядить на любимую команду с Бэтвиннер и болеть за нее с удвоенной силой. Ну а промокод FLUMD при регистрации поможет вам умножить ваш первоначальный депозит в два раза. Играйте, побеждайте и помните, что помимо всего это еще и помогает канал. А дела у нас тут очень интересные. У нас 80. Рейтинг 100 сыгранность. Вот этот вот парень красивый, молодой объединяет сразу двух супер игроков. Лионеля Мэйси и Криштиана Роналду. В целом у нас собранная серия А. Кулебали есть из хайрейта. В конце прошлого выпуска мы, кстати, поймали вратаря испанского. И у нас есть, в принципе, игроки из Испании. Но, насколько я посмотрел, мы с вами ни разу не ловили ЛЗшника испанского, который может встать. Лука Салеева мы также поймали в последнем выпуске. Его я докуплю. Ну и, может быть, когда-нибудь у нас встанет вот этот голкипер, если, конечно, сейчас мы никого не поймаем из серии А. Потому что Кулебали заменять я пока что точно не хочу. А сейчас мчим на футхет 5 золотых игроков. Очень круто открывать только золотых игроков. Это значит всегда шанс выпадения какого-то игрока, который нам может быть нужен. Первый – это нет. К сожалению, вторая испанская лига, иначе бы мы его взяли. Энтони. Ну нет, он нам не нужен. Нет, слишком маленький пейс. И вряд ли он у нас встал бы. Нет. И последний игрок. Гарсия. Португальская лига, но нет. На новичков нам, конечно, не повезло, но составчик немножко я все-таки перестроил. Лука Салеева встает в основу, плюс вот этот вот центральный защитник бразильский. Рейтинг у нас увеличился до 81. В остальном все, в принципе, так же. Я, кстати, читал ваши комменты, и многие думают, что у меня Криштиан Роналду играет на ЦП. Видимо, не все знают, что такие тактики, которые настраиваются, и вообще мой состав выглядит на игре вот так. Инфа, чтобы не было глупых вопросов. Ищем первого соперника. Французская лига, мой любимый Бен Едер, но в целом состав простенький. Так, ну что такое? Просто проход по флангу, удар, но Ваня, Ваня в порядке. Здесь очень легкий проход. Сейчас Лео Месси просто не догоняет сейчас защиту, и Месси перебрасывает 1-0. Дали сделать сольный проход Месси. И, кстати, я читал комменты, что надо поменять номера пацанам. Сейчас этим займемся после матча. Опять фланг у нас страдает, но Мальквит подстраховал. Бен Едер! Попадает в своего просто! Ну, а мы как-то максимально легко расправляемся. Счет 2-0. Соперник жмет паузу, и это, скорее всего, рэчквит. На 12-й минуте. Разрыв соединения с соперником. Не густо получается. В целом 2 игрока за 2 забитых мяча. 2 игрока победы. 2 разрыв соединения. Можно сказать, халявные 6 игроков на футхейде. Максимально быстро мы вновь возвращаемся сюда. И 6 золотых игроков больше, чем в самом начале. Первый нет. Это, на всякий случай, да. Макелеле! Немного маловат, конечно, рейтинг, чтобы он у нас остался до конца. Но на данный момент это хорошо. Нет, нет. И последний игрок. На всякий случай, да. Хотя у нас есть Клод Макелеле. Как оказалось, карточка стоит 800 тысяч монет. Не знаю, правда, как эта карточка будет в игре, но сейчас мы это и проверим. Рейтинг 82, сыгранный 100, составчик выглядит посимпатичнее. Давайте найдем второго соперника. Ну что ж, хорошее и даже не очень дешевое АПЛ. Клод Макелеле как-то сейчас провалился. Дали, дали ударить Салаху, Кулибали закрыл. А тут Макелеле разгоняет атаку Криштиана Роналду, Криштиану Даней. Рядом со штангой. Ой, а какая ошибка Лео Месси. 1-0. Ну, это Лео. Что-то пока 800 тысяч монет меня не особо впечатляют, потому что в опорке у нас вообще отборов нет. Несмотря на то, что в целом, конечно, достаточно тяжело, но я думал соперники будут во втором диве посерьезнее. А так мы пока что сейчас прям доминируем. И если сейчас все будет хорошо, мы забиваем второй. 2-0. 44-я минута. Ну, как минимум, немножечко поувереннее можно себя чувствовать, хотя в защите я до сих пор не уверен. 2-0 после первого тайма. Это, конечно, не так просто, как в прошлом матче, но мы по-прежнему играем лучше. В принципе, сейчас надо забивать еще Месси. Плохо ударил, плохо не дожал. А вот и провал. И ни Кулебали, ни Макелеле не справились. Перебрасывает. Я еще и переключился не вовремя на игрока. Так бы, может быть, и успел. Как-то сильно-сильно мы сейчас выдвинулись. Успеет ли защитник наш бразильский? Кулебали подстраховал. Не сильно много моментов матча, но вот угловой это всегда шанс, потому что там есть Криштиан Роналду. И вторая попытка. На Роналду летит, но здесь голкипер. Роналду что-то не пошел на фланг, чтобы открыться под удар головой. Поэтому сейчас проход Дебала. Месси, 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 Месси. Надо забирать мячик, чтобы не ушел в контратаку соперник. Просто забить сейчас. Вот так вот взять, ударить. И в очко прокинули. Правда, все мимо. Криштиан Роналду. Передача под Месси. Я думал, до Жервиниу дойдет мяч, но немножко не так все пошло, как я хотел. Ой-ой-ой. Дали-дали пройти Салаху. Ну как же так? Так, спасают, спасают наши защитники. Лишний пас. Мог бы сам бить. У нас же все-таки серебро на воротах. И сейчас надо наказывать. Паула Дебала. Почему же прямо в него? Месси, Месси. Подкрутка. Удар и это угловой. Простил нас соперник. И сейчас мы тоже не забили. Хотя могли. Криштиану. Криштиану. Блин, слишком долго. Слишком долго я вожусь. Криштиану Роналду. Передача Месси. Ну блин, надо было убирать. Что же я так прямолинейно-то все делаю? Сейчас может пойти контратака. Идет контратака. Сейчас Сауба меня взял, убрал на опыте. Два раза убрал на опыте. Но передача не пошла. Вынос. Победу мы не упустили. Правда, и больше не забили. 2-1. Второй матч. Мы выигрываем. Получаем, правда, только 4 золотых игрока сейчас. Но приятно, что справляемся так неплохо во втором дивизионе. Мало, конечно, сейчас мы игроков открываем. Только 4. Но это 4 золотых игрока, и каждый из них может быть тем самым. Первый. На всякий случай, да. Не знаю, когда-то мы сможем собрать Бундесвегу или нет. Но пускай будет. Тоже на всякий случай. Нет. У нас уже есть испанский воротарь. И последний. Это нет. Ну вот за исключением этих трех серебряных игроков, в принципе, команда достаточно надежная. И уже в двух матчах нам удалось это доказать. Постараемся доказать и в третий раз. Ну здравствуйте. Мне кажется, сейчас как раз-таки мне жопа. Как легко наш фланг защиты просто сейчас разорвали. Сане дает передачу. Ну и пошла. Я вот все хотел поменять номера игрокам, но никак это и не сделаю. Месси 1-1 тут же. Хорошо. Третий матч. Я никак не могу поменять номера игрокам. Блин, Месси 13 номер. Нормально. Ой, какой. Если не было офсайда. Если не было офсайда Криштиану, выше ворот. Да и офсайд был. Криштиану. Криштиану. Передача под Дебалу. Ну Дебала! 2-1! Молодцы, ребята. Второй дивизион со ставкой Пигулаки уже готов. Может быть, уже и Викинг Лигу пора. Ну а что, нам немножко защитку подтянуть. А так в целом 3-1 сейчас бы сделать. Было бы прекрасно. Прекрасно будет Дебала! Да что это за сейвы вообще сейчас были? Это просто столько моментов и все просто во... А-а-а! Столько моментов, все во вратаря, либо в защитников. Ну а сейчас у нас в пенальти. Не знаю, откуда оно взялось. И оно не залетает в ворота. Так же, как и все наши удары. Знатно я обосрался, что сейчас не забил пенку. С другой стороны, какая пенка, такой удар! Да сколько можно, Нойр, тащить ты задрал! Ну нет, ну нет, ну нет, 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 нет. Ливандовский мимо. Ну все читаемо, все читаемо! Ваня, она мертва! Ни хрена себе! Я считал, что Ваня у нас слабое звено. Оказывается, Ваня стильное звено. Успеваем, успеваем. Криштиан Роналду и вышел уже голкипер. Нужно просто хорошо навесить и ударить в пустые ворота. Так, ну сейчас Санне пытается нас накрутить, но защитники справляются аккуратненько. Штрафную навяз там кули-бали! Кули-бали, но не справляется. Роберт Ливандовский 2-2. Блин, так обидно. Особенно, конечно, учитывая, сколько моментов у нас было до этого. А сейчас почему-то судья не свистит, хотя уже столько времени прошло. Еще один угловой, но в этот раз кули-бали и вынос. Все, давай свисти и переводим на второй тайм. 2-2. Ой, какая сейчас атака-то интересная идет. Криштиан Роналду! Месси! Месси! Мимо ворот! Что с прицелом? Правая нога 4 звезды, можно было и попасть. Вот это я сейчас ошибся. Вот вроде бы уже у меня мячик-то был совсем. И вместо того, чтобы его отдать быстро, вынести, что-нибудь еще сделать, я замешкался. У меня Гризман перехватывает. Криштиан Роналду, передача под Месси. Ну давай 3-3! Да сколько можно Нойер отбивать? Ты затрахал уже просто. Опять этот Малькуит, блин, обосрался. Все опять с твоего фланга идет. Даже серебряный так не косипорит. Что ты будешь делать? Если сейчас будет гол, полностью на твоей вине. Точнее, конечно же, на моей, потому что я им управляю. Два мяча привез просто с одного и долбанного фланга. Максимально, конечно, не по делу. У нас было столько моментов, которые можно было реализовывать, но почему-то все в Нойера, блядь. Ну какого хера? Столько ударов, столько моментов и все в Нойера. Сейчас как он не подбил, как он не поймал, я не понимаю. Месси, давайте, парни, хотя бы ничейку. Ну безусловно, мы заслужили эту ничью. Месси, головой! Снова Нойер. Иди в задницу! Я не верю, что он управляет этим игроком. Просто комп ему тащит. Ну же, Криштиан Роналду! Криштиану! 4-4! Фух, мы дожали. Дожали, как минимум, пока что до ничейки. Но надо брать победу. 10 минут есть. Опять же, мы заслужили эту победу. Встретить, 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 встретить. Хорошо. Так, в последнюю минуту соперник решил просто повозить немножечко мячик, подержать его. Но Макиреле, перехват и наша контратака. Забросик на Криштиана Роналду. Криштиану! Криштиану! Ну почему не успел? Это был просто охрененный шанс. Такой хороший заброс получился у Жервини, и мы не смогли ударить. Не успели. А сейчас последние минуты, и не мы в атаке. И сейчас Антон Гризман забивает. Пятый. Я... Все. Столько моментов у нас было. А забивает Гризман. Месси! Прокинул! Ну нет, не успел. Уже сил просто чуть-чуть не хватило, иначе бы и защитник не догнал. Потому что Месси бы ушел. Сейчас откроем всего-навсего 4 золотых игроков. Хэтриков нет. Мы проиграли. Даже не ничейка. Но посмотрите просто статистику. Мы молодцы. В любом случае идем на футхэт. 4 золотых игрока. Еще в прошлом выпуске мы играли в 4-м дивизионе Rivals. Ну и я психанул, и за основной состав дошел сейчас до 2-го дивизиона. И честно говоря, я думал, потому что нашему хэппи-гоу-лаке здесь вообще кранты. Но, как оказалось, нет. Парни борются даже с серебряным галкипером. И сейчас 4 золотых игрока мы с вами заслужили. Могли, конечно, заслужить и большее. Но что есть? Первый нет. Возьмем. Не возьмем. И последний игрок нет. С дропом сегодня, конечно, беда. Но зато первый кумир Макелеле. Однозначно выпадение легенды усиляет наш состав. Я это уже почувствовал на себе. Немножечко стало у нас все получше. Да, если быть честным, на самом деле все очень хорошо. Да, конечно, нам нужно еще усилить защиту и поменять галкипера. Но тогда с таким составом реально уже можно в Викинг Лигу играть. Очень надеюсь, что это мы с вами скоро сделаем. Ну и выход следующего выпуска, как всегда, зависит от вас. 11 тысяч лайков, либо 11 тысяч комментариев в этот раз. Не забывайте про закрепленный комментарий. Лайкайте его и переходите по ссылочке. Используйте мой промокод. Ну а с вами был Денчик. Скоро увидимся. Субтитры сделал DimaTorzok